Ну что, всем ку-молодые, с вами как обычно Паша Клейнс и у нас прямо на ваших экранах Путь Бомжа. Вторая серия на Блэк Раша КРМП на сервере Уфа, на котором у меня также есть и основной персонаж. Но это не значит, что я буду переводить что-либо с него на бомжа, ибо это будет нечестно. Итак, ну что же, раз уж это будни, то соответственно я буду показывать, чем я в принципе занимался весь день за бомжам, а то и не один день. В первую очередь я, конечно же, заехал в 24 на 7 и купил себе телефон. Я выполнил сразу же задание и получил свои 4000 рублей и один экспириенс. Довольно-таки неплохо. Да, я слышал про лайфхак, что можно купить симку, но тогда задание выполнено не будет, а деньги просто-напросто в никуда будут потрачены. Поэтому уж лучше потратиться. Далее я, конечно же, поехал в банк. Сел на мопед, поехал в банк и создал там счет, за что я получил 5000 рублей и еще один экспириенс. Следующее задание это аксессуары. Самые недорогие это у нас очки за 10 тысяч рублей, которые я купил и, конечно же, тоже получил за это определенный бонусик. Если я не ошибаюсь, то порядка 10 тысяч рублей. Это довольно-таки неплохо. Также я, наконец-таки, купил себе самый первый скин. Правда, в будущем я вряд ли буду его использовать, потому что в свое время эта белая одежка очень изрядно мне надоела, на самом деле. Хотя, казалось бы, Адидас прикольненько, почему бы и нет, но на самом деле такое себе. Очень сильно мне нравится. Дальше по непосредственно пассу было задание купить лотерейку, но я купил всего лишь одну, а нужно их три. И на самом деле я очень сильно сомневаюсь, что у меня получится выиграть в эту самую лотерейку. Но на самом деле время покажет, что там как будет в будущем. Следующее задание это съездить в больничку, за которую я получил очень приличное количество денежек. Там особо никакой суеты не происходило, поэтому все было, в принципе, адекватненько. Еще одно из заданий это было рекламку, получается, подать через слэш АД. Но у меня не получилось этого сделать, так как я все еще второй уровень. А это можно делать только с третьего. Увы и ах, но всему свое время я еще подам, конечно же, объявление. И вот я, в принципе, ездил-ездил и думал, чем же еще можно заняться. Ну, понятное дело, что нужно зарабатывать денежку. И я все время был в таком, знаете, выборе. Или же это делать на работках, или же выполнять задания. С одной стороны, я могу выполнять задания Блэк Пасса и рано или поздно все-таки до чего-то добраться. Но я решил все совместить. Я устроился на работу. А для этого, как вы помните, мне нужно было съездить, конечно же, в правительство. Устроился я курьером, потому что что я еще мог сделать на втором уровне? В принципе, поехать автобусником поработать. Но курьером я тоже особо не работал, поэтому, конечно же, курьерчик. Вот, соответственно, я устроился, все нормально. И получил, конечно же, 5000 рублей и один экспириенс за то, что я выполнил задания из первоначальных квестов. И вот я поработал курьером. На самом деле, достаточно кайфовенько. Очень много вопросов к тому, сколько за это мне платят. Дело в том, что на автобусниках в X2 день можно очень-очень прилично заработать. Ну и на курьере, в принципе, тоже. Поэтому я вынужден констатировать тот факт, что, наверное, все-таки автобусникам будет повыгоднее. Но это уже как-нибудь в следующих сериях мы с вами узнаем. Мне это нужно подснять для начала. Следующее задание – это, конечно же, вызов такси. Я его вызвал, но так как это практически невозможно сделать на Уфе, как будто бы там вообще нету таксопарков функционирующих, к сожалению. Я вызвал, сразу же отменил, но задание мне засчиталось. Это уже довольно-таки неплохо. Что я сделал дальше? Я взял, конечно же, мопед и поехал в сторону автосалона. Для того, чтобы немножечко помечтать о своей первой машинке. Но так как там все очень дорого, а у меня очень мало денег, соответственно, я просто зашел и вышел и получил свою денежку за все это дело. Ну и следующее, что я сделал, это уже поехал на БУ-рынок, где тоже нужно было выполнить задание. И я так подумал, блин, а почему бы не купить свою первую тачку? Ведь таким образом я и дешевле на нее потрачусь, чем непосредственно в автосалоне. И, в принципе, еще и задание выполню. А за это задание дают аж целых 10 тысяч рублей. И вот я ищу-ищу, наткнулся на вот такой вот прекрасный запорожец, потому что это самая дешевая машина вроде как в игре. Но человечек отказался мне ее продавать за 10 тысяч или за 9 тысяч рублей. Говорит, ты что, она новая салона? Но, ребят, это же всего лишь ЗАЗик, который даже толком не едет. Какой смысл его продавать слишком дорого? Вопрос, конечно, очень интересный. Тем не менее, буквально через минутки 2-3 на автосалон заехал вот этот человечек в военной форме, который мне довольно-таки спокойно продал ЗАЗик за всего лишь 10 тысяч. Возможно, что это слишком много и можно было бы подешевле его где-то отыскать, но мне нужно было срочно выполнить задание. Но, как оказалось, нужно было вообще новую абсолютно машинку покупать с нового салона. Точнее, ну просто новую тачку, короче, с салона брать. Да, и тут я немножечко просчитался, конечно же. Но, тем не менее, теперь вы уже видите, какая у меня есть сумма. И, на самом деле, я жду от вас определенных, наверное, советов. Допустим, я бы очень хотел попробовать поработать автобусником. В конце концов, самый ближайший уровень – это третий. И я просто особо ничем больше не смогу позаниматься. И также, наверное, я устроюсь в семью. Скорее всего, это будет моя собственная ФОМА для того, чтобы гораздо было удобнее как-то подниматься, еще что-то, но без какого-либо вмешательства. Максимум, что я буду делать – это брать тачки ФОМНЫ и на них кататься. Для того, чтобы не кататься на ЗАЗике, потому что он безумно медленный. А на этом конец второй серии. Я надеюсь, что вам, в принципе, все понравилось. И вы будете ждать продолжения этой рубрики. С вас лайки, подписка. И, пожалуйста, не забывайте вводить мой промокод. Хэштег Clains на сервере Уфа. В принципе, ты прямо сейчас видишь, как это сделать. Активация промокода туда-сюда. Короче, все очень легко. Ролик достаточно короткий и информативный. Ждите следующую часть, пожалуйста. И не забывайте про ваши лайки и про ваши подписки. F9, ребят, закончили.